Тогда я расскажу о себе. Меня зовут Алия Сапашева. Я фондовый партнер компании ФОХОУ, я лидер. У меня на сегодняшний день большая международная команда из семи стран мира. Мы активно развиваемся. В нашей команде очень много медицинских центров, массажистов, кинезиологов, остеопатов, врачей-реабилитологов и просто людей, которые приобрели биоэнергомассажер, термоинфракрасный массажер с целью оздоровления себя. Что я хочу сказать для тех, кто только сейчас к нам присоединился, партнеров. Цель нашей сегодняшней встречи – это не рассказывать, как лечить проблемы, связанные с почками. Это связано с тем, что фактически это идёт какие-то коды прошлого, какая-то непонятная сегодняшняя жизнь у человека, наработанная и кармическая в том числе. И искать по причину, почему это возникло, но сейчас смысла никакого нет. Главное, что в нашей компании, придя в нашу компанию, это всё можно излечиться. Сегодня мы хотели больше поговорить по психологии, о том, что как такая женщина, которая является врачом, женщина, ну не просто врачом, а именно тем, которые участвуют в комиссии по разработке стандартов, протоколов, для, как бы, пишут, да, как лечить больных, у кого проблемы с почками. И в то же время она является нашим активным партнёром в компании «Фухоу», продвигает, открыл медицинский центр и работает со своими пациентами. Благодаря продукции «Фухоу», у неё более ста человек оздоровились, и хотели мы узнать сегодня поподробнее. Оренкуль, пожалуйста, перезагрузитесь, войдите к нам ещё раз, хорошо? Попробуйте отключиться и ещё раз войти, мы прям с удовольствием вас хотим послушать. Оренкуль, вы нас слышите, вы нас видите? Сделайте мне предложение, хорошо, давайте ещё раз вас приглашаю в прямой эфир. Принять сделаю. Так. Получил, ой, мы рады вас видеть вновь. Ну что, слушаем теперь вас. Такое небольшое встречение я сделала. Вы познакомились, да, буквально, позавчера, вы вышли на меня и посмотрели это видео, в котором я участвовала. Я, честно говоря, не знала, что это будет такое вирусное видео. Мне часто всего, можно сказать, из Казахстана звонят, просят консультировать их пациентов по почвам. Вот буквально недавно один пациент звонил тоже, потому что, ну, там другая история. Пишут, что не слышно. Расскажите нам, пожалуйста, Оренкуль, о себе. И потом продолжим по той теме, что я предложила. Врач-нефролог, более чем с 30-ти деким стажем. Хочется быстро сказать, да, доктор медицинских наук, кандидатскую защищала в Москве по специальности кардиология. Работала с пациентами от давления, работала с мелатонином. С мелатонином работала, это 1999 год. Вот, а тогда мелатонином. Про мелатонин даже люди не знали, ни врачи не знали, ни врачи не знали, онкологи немножко знали, и всё. А сейчас про мелатонин все знают. То есть это проблема антистарения, да, по омоложению. Другие годы потом я продолжала работать нефрологом, и в 2004 году начала работу на докторской, переехала в Астану из Чинкента. Я жила в Чинкенте, туда вышла замысл. И доходила в Октябрьский медуниверситет, медицинский институт с красным дипломом, и уехала на юга. Потом родила детей и решила кандидатскую написала, защитила. И с тремя детьми мы переехали в Астану, 2004 год. Здесь я поступила в докторантуру и закончила её в 2008 году, завершила защитой докторской диссертации. Диссертация у меня была посвящена организации нефрологической службы. Вот она и легла в основу стандарта 2013 года, который я три месяца писала. Сейчас стандарт мы написали в 2022 году, но он опять пересматривается. В 2010 году я открывала пересадку почки, в остатне координировала, как ни порога. Училась в Корее, в Москве, в Белоруссии. И в 2019 году я открывала пересадку почки. Я координировала первые 40 пересадок почки. Сама делала больных, потом заводила операционную, забирала их оттуда и вела. До сих пор я их консультирую. Более 100 пациентов у меня консультируются постоянно. И затем моя жизнь поменялась. У меня получилось так, что, знаете, когда человек защищает докторского, он знает, сколько у него врагов сразу. Потому что конкуренция в медицине очень высокая, хотя всем работать хватает. Но как-то так получилось, что мне пришлось искать дополнительные грани для развития своего личного бренда. Я поняла, что замыкаться на одной нефрологии, когда ты получаешь какой-то такой буллинг даже, да, такие вот, знаете, такие ложные информации про меня шла. И как-то я видела, что я теряю свое сообщество. У меня был такой момент, когда очень серьезные такие были информации ложные про меня. Я не стала ничего доказывать, а просто пошла в психологию. И вот, да, уже люди подписываются на меня, очень приятно, Гульмира. Значит, закончила университет за два года, второе высшее образование. Нашла все тренинги, потому что мне казалось, что... Не то чтобы казалось, я думала, что, наверное, что-то во мне такое есть. Почему люди верно-сто относятся? Ну, я же по себе лидер. Я же лидер, это же видно. А люди, когда на работе, в наемном труде, лидеров не так-то уж приветствуют. Понимаете, как говорится, человек, который смелый, имеет свое мнение, он опасен для общества. Особенно в наемной работе, когда ты можешь открыто и четко выражать свое мнение, ты не всегда всем нравишься, да? И не надо нравиться. Зачем? Нужно всегда истинно. Орункуль, скажите нам, пожалуйста, вот как вот вы при всех своих регалиях перешли в компанию «Фухоу». Что произошло? Что сподвигло вас перейти в сетевую компанию? Вы знаете, я не перешла в сетевую компанию. Я получила просто потрясающий результат по своему здоровью. Я работала в президентской клинике и была главной мифрологой, там, доведующей отделением платных услуг. И как-то так получилось, что я поняла, что я вот выполняю какие-то не те функции. То есть главной мифрологой мне было скучновато. Какие-то множества хотела внедрить, но очень сложно обосновывать. Нужно прям столько энергии, да? Мне прям уже как-то и энергии не хватало на все. Видимо, мотивации не было. Вот, потому что кабинетная работа, в принципе, не для меня. Я сразу как-то стухаю, сразу мне скучно. Мне надо сразу делать несколько дел. Кто принёс вам «Фухоу»? Моя наставник «Фухоу»? Она по образованию «Фухоу». Таким образом. Её дочь работала со мной, она меня фотографировала как мобилограф. И в один последний день, она говорит, что, знаете, моя мама хочет с нами познакомиться. Я говорю, ну не просто, не веди маму. Пришла мама, пришла Наталья Монетова. Они подарили мне маску вот эту, да, с лендобиумом. Я вообще так положила, даже не поняла. Что, подарили, подарили. Да, я такая... У меня в это время звонят телефоны от парламентов, от всяких депутатов. Я говорю, мам, про что вы говорите? Какой вообще массажёр? Вообще, вы понимаете, говорю, где я работаю, кто там? Вы как вообще с ней, тебе какие-то вещи предлагать? У меня все телефоны разрываются. Я вот так сижу и говорю, ой, знаете, всё, поняла, поняла, да. Да, давайте, всё. А она говорит, когда вам нужно будет по здоровью, по ночи, вы вспомните меня, я готова вам сделать бесплатный массаж. Я говорю, ну, хорошо, спасибо, буду иметь в виду. Ну, и потом прошло какое-то время, а у меня обычно зимой обострения идут, кровь сгущается, видимо, стрессы, и давление поднимается. И так плохо себя чувствую, у меня тело вот жёсткое от стрессов, от вот этих постоянных надрывов, да. И я в этот момент, что делаю, я там начинаю развиваться, спортзал идти, да, но это так помогает временно. Я пошла в спортзал, мне хватает этого до утра. Утром опять всё, ну, такая вот боль в теле, стрессы постоянно на прерыве в теле. И когда я уже обошла все этажи в студенской клинике, получила вага, сколько денег потратила, и варокамеру сходила, и туда сходила, и сюда. Ну, что-то вижу, как-то что-то надо мне ещё. Я уже и пиявки, и ничего такое не делала, да. И я позвонила, я ушла там. Шел пар, говорю, помните, вы говорили, какой-то массаж у меня делится, надо ли, да, рекомендуйте. Ну, и буквально с одного раза у меня сразу получился эффект хороший, я получила у меня 9 январцев, и сразу недавно ответила на аппарат, когда он прописал в 2019 году. Да, и история за вас ещё интереснее. То есть я этот аппарат оставила в углу, ну, мне же хорошо стало. Чё, чё напрягаться, да? Вот человек же в комфортном состоянии не хочет заходить, да? Ну, мне хорошо, и всё. Потом я полтора года он простоял у меня в углу, и на него смотрю. Потому что, Павел, шел пар, давайте мы продадим, кому нужно аппарат давить? Мне сейчас так день не нужен. Она говорит, подождите, настанет момент, вы его откройте. Ну, ладно, хорошо. Ну, вот он как-то вот пришёл друг, говорит, слушал, он обнял вот так вот подушку, и оказывается, не спит ночами от боли, плечи лопаточной, да? Мне вот так жалко стало. То есть ради себя я не открывала. Я думаю, дай я попробую. Шел пар, говорю, как делать? Ну, вот так, вот так. Через 4-3 дня человек уже встал на ноги. Понимаете, реально. Потом пришёл другой друг. Другой друг. У него, думаю, уже коронарографии надо делать, что-то такое. И его тоже ему легче стало. Потом я куда-то, говорит, колени болят, не могу стоять. Дочь мне звонит, мама говорит, у меня мама что-то психотить не может. Она молодая женщина. И буквально 2-3 сеанса она побежала. Я думаю, так, что-то надо серьезно отнестись. Потом опять я всё это запустила, да? И как-то так прошло до Нового года, 21-го года. Моя старшая дочь переехала в конце 20-го года в Алматы по работе мужем. И у неё там после родов началось обострение псориаза и, собственно, гемороя. И там вообще всё было. Вот ещё всё тело, всё просто красной сыпи. Это невозможно. Я уже обратилась ко всем драматологу, главному драматологу Казахстана, просила помочь. Мне, к сожалению, это заболевание, его надо долго лечить. Ну, никакой гарантии. Практически тип псориаз считается неизлечимым заболеванием. Ну, я, естественно, сказал шоупанк, шоупанк, так, у меня есть аппарат. Что надо делать? Да. Скорая помощь шоупанка. Ну, идите, без словно, видео, где помогу. Ну, там прям год человек кричился. Я думаю, господи, год. Сколько-то миллионов он потратит на видео. Моё, чё делать? У неё-то столько миллионов нет, но и у меня нет на тот момент. И я думаю, ну ладно, была-не была. Взяла чемодан, взяла вот эти томаски. Да, вот так. Вот. Я ещё взяла и с пептидами занимаюсь. Пептиды я делаю тоже. Креп с пептидами. Что-то выбираются от расставления. И вылетела. Сделала один массаж, второй массаж, 90% цикла шло. Геморрой я и вылечила тут же, как-то удивился. Как это так? Как? Так. То есть получается, с каждым вашим результатом у вас, как у врача, больше осознания, да? Что есть какая-то альтернатива. При всех возможностей вашей дать своим ближним родственникам, лучшего специалиста в области медицины, именно узкопрофильных, да? Вы всё равно пришли к тому, что вы использовали и БМ, и продукцию Фу Хоу, да? Вот. Затем, когда я получила аппарат, мне дали подарки на 800 тысяч тенге. И мне Шопан говорит, сами пропейте, никому ничего не давайте. Я пропила, ничего не почувствовала. Шопан, что такое на 800 тысяч пропила? Я ничего не почувствовала. Я как-то даже обиделась, думаю, чушь какая-то вообще, бред какой-то. Ну как это мне на 800 тысяч пропила или ещё? А теперь я понимаю, что это же работает, это как, ты себе ресурс повышаешь, оно же потом аукается, когда потом вместе. Да, сейчас я уже только понимаю, что произошло. И, конечно, его с массажем надо, я же массаж не получала, то есть я ленин, если открывать коробку эту. И всё время нападала на Шопан, говорит, что такое, забейте свой массажёр, зачем это не будет? Это, это, что ты за волхотрон, говорю, я что-то пила, говорю столько, я говорю, пропила, и что, где результат? Я говорю, ну, это всё в прошлом, и сейчас, сейчас что хочу сказать, так, быстро-быстро хотела сказать, сейчас, на чём я остановилась. На том, что вы пришли таким образом, таким образом. Я прилетаю с Алматы, и в это время ко мне приехали пациенты, и из регионов, и тогда на консультацию. Потом они говорят, доктор, а есть ли какие-то средства, которых вот не знает официальная медицина, ну, какое-то чудо. Я говорю, вообще, на чудо можно надеяться, что есть чудо, давайте попробуем массаж. И я прям дома начала им делать массаж, вот здесь, вот прям в зале, всё, начала делать массаж, но без эликсиров, по-моему, я уже не помню. Потому что я сама попробовала, экспериментировала, и, вы знаете, два пациента уехали уже с нормальным креатинином, прям снизился креатинин. Я тогда не подумала, что это вот так работает. Я думала, ну, наверное, лечение помогут, которые таблетки отдавают, и так далее. Теперь-то я понимаю, что у нас всё в комплексе заработало. И потому что я не могу лечить своих пациентов официального лечения, я не имею права, потому что я врач. Поэтому я назначаю и официальное лечение, и добавляю вот уход терапии. У меня ещё в центре есть магнитная кровать. Капсулу я провязываю. У нас китайцы, у нас получается, наш бизнес-колледж ФОХО, когда нас обучают, они так и говорят о том, что к тому, что вам назначают врачи, вы просто добавляете продукцию компании ФОХО, плюс обязательно рекомендация БЭМ, это биоэнергомассажёр, о котором вы говорили, вот этот чемоданчик, что вы первый приобрели, и термо-энфракрасный массажёр. И в комплексе это работать гораздо эффективнее, чем просто что-то одно. Комплексный подход никто не отменял, он самый эффективный. Шопан, вы знаете, мы с вами заранее договаривались, продумывали такую, о чём мы поговорим. мы решили взять тему психологии. То есть, как многие врачи следуют протоколам, и у них есть какой-то... Они обязаны следовать протоколам? Не обязаны. Да, во-первых, они обязаны. Потому что если поступит какая-то жалоба, в первую очередь смотрят соответствие протоколам. Поэтому ни один врач не будет нарушать протокол. Я тоже протоколы не нарушаю. Не слышно меня. У меня просто... Просто тут входящий звонок был. Мы хотели с вами поговорить с точки зрения врачей, да? Как врачам прийти в компанию ФОХОЛ? Что это даст врачу и его пациенту? Потому что, посмотрите, нашу запись потом будут пересматривать, и потом давать смотреть... Я поняла вас. Просто врачам. Я хочу просто обратиться сейчас к тем, кто нас уже будет сейчас вживую слушать, в прямом эфире, в записи. Смотрите. Врачи. Наши любимые врачи. Как правило, они назначают нам, исходя из протоколов, и это их профессиональная обязанность. Но сейчас мы знаем с вами, что сам биоэнерго-массажер, сам ТИМ, и вся продукция в комплексе работает просто шикарно. И у нас столько результатов. Весь интернет. Просто на какую любую болячку не напиши, там все есть результаты с продукцией и аппаратами ФОХОВ. И поэтому вот Оренкуль, как не просто врач, не простой врач, а именно врач, который сам пишет эти стандарты и протоколы, вам, врачам, хочет сказать, что вы хотите сказать. Мой путь начинался точно так же скептически. Я несколько раз шурпан просила не беспокоить меня. Почти что год я не отвечала даже на звонки иногда. Я говорю, вообще не беспокойте меня, пожалуйста. И я пришла через свою боль. Знаете, я хочу сказать врачам, вы не ждите своей боли. Вот как я пришла, я не хочу, чтобы так врачи приходили. Когда у меня дочь была на грани срыва нервного. Понимаете? Не надо так приходить в компанию. Но, к сожалению, так и приходят врачи. Только через свой результат. Тогда сделайте так. Просто примите сеанс массажа. Примите нормально. Не 10 дней, а 21 день. 28 дней, как рекомендуют. Пропейте продукцию хорошенько. Ничего у вас, как говорится, не измельчает, уже не будет точно. А возможно, станет лучше. И я рекомендую, сдать анализ. До и после. Вот тогда наши врачи, они следуют доказательной медициной врачей. Потому что без анализов, без конкретных отслеживаний динамики процесса. Например, я пока делаю массаж, я это целый час расспрашиваю каждый орган пациента. Создаю доверительные отношения и спрашиваю вот отсюда и досюда. Все спрашивают. Как волосы? Как спали? Как ели? Что кушали на завтрак, на обед? Сколько в туалет раз сходили? Какого цвета моча? Пенится, не пенится? Как ходите в туалет? Какой характер стула? Не прилипает, не прилипает? Цвет какой? Вот такой, такой или такой? Ага. А как у вас на душе? Бывают у вас какие-то страхи? Потому что, вот когда человек в страхе, в стрессе, он там очень болезни заработает. Потом я делаю диагностику с пальца крови, гемосканирование. Там видно яйца паразитов. Если есть яйца паразитов, значит паразитос, с ним тоже надо работать. Смотрю, кровь густая, не густая. Если кровь густая, значит, все понятно. Нужно здесь работать над кровью, да? Я подключаю еще другие препараты, магнитотерапию. То есть, на каждый симптом подключаю что-нибудь. Вот, что-нибудь. У тебя кишечник, пасту, розу. И тогда он получается. Я сейчас договорю свою мысль. Смотрите, то есть, проведите просто, дорогие доктора, вот такой хороший эксперимент со своим здоровьем. Хотя бы с собой начинайте. Ну, я могу сказать, что вы можете ничего не почувствовать, если у вас нет никаких проблем. Но я не думаю, что у нас у врачей нет проблем. У врачей нет проблем. У врачей нет проблем. Мне кажется, уже за 30 уже точно все есть. Это самые больные люди. Они самые неврозные. Это самые беспокойные. С чувством страха, неуверенностью. Сейчас зарплата врача. Вот я профессор кафедры. У меня коллега вышла на пенсию. Я тихонечко спросила, какая у вас пенсия. Что вы думаете? 130 тысяч в тенге. Если бы я не занималась фуху, не занималась бы, не создавала бы себе дополнительный доход, я бы, вот меня бы уже стресс был бы. 130 тысяч. А мне через 3 года на пенсию. Представляете? Как бы я паниковала? А сейчас у меня нет страха. Потому что я буквально позавчера получила вознаграждение. Вчера. 1 миллион 400. Ой. Да. Вот. Вышло на рождение Пухендул. Понимаете? Причем я доверяюсь полностью шалпану. Я даже эту ветку не строю. Я же не в сетевой пришла. Просто у меня пациенты, которые приходят, они говорят, а чего вот мне к вам ездить? А давайте я возьму, уже издалека не буду к вам ездить. Я говорю, ну хорошо, пожалуйста, шалпан с ними занимается, они уже отрабатывают. И они потом уже себя дома сами себе делают массаж. друг друга делают, своим дитям открывают кабинеты. И вот так у меня, как бы у меня не скажу, прямо такая структура, там все пляшут, там подписывают. Нет. Просто если человек сам хочет, допустим, такую возможность ему дают. Потому что мне их жалко. Они вот здесь, например, квартиру снимают, за лечение мне платят. Здесь питание, здесь надо все, дорога, огромные расходы. Я говорю, зачем вам такие расходы? Вы сейчас чем два раза ко мне приезжаете, допустим, два-три раза, вы лучше возьмите аппарат и все. Вы уже сразу сэкономите, но много. И тогда они принимают, я же не сетевик же, я вообще не сетевик. Я же врач, поэтому это просто мои рекомендации. У нас как раз нет прямых продаж, у нас получается опосредственно, то есть у нас получается рекомендации. И когда покупают наши новички, которые приходят в Бэмэ, Тимэ и продукцию, они покупают у самой компании. Нам не надо давать склад, согласитесь, да. нам не нужно подтверждать какие-то свои статусы, заказы. Я очень удивлена, потому что у меня летом у меня была поездка, я круизами тоже увлекаюсь, и летом мы в Европу собирались, и практически вся Европа, она окупилась в ФОХО. И Шлопан смеется, говорит, вот, Ирынку Жасабаевна, зарабатывайте в ФОХО, а все тратите в круизах. Там же тоже компания сетевая. Вот. Смотрите, мы хотим сейчас давайте следующую тему возьмем с вами. Смотрите, вы врач? Да. У меня, я не врач, у меня три высших образования, экономическое, юридическое, управленца, я училась при аппарате президента Российской Федерации. Знаете, регалий тоже у меня полно, но я не врач, но при этом я с удовольствием консультирую своих новых людей, гостей. Вот я хочу, чтобы вы тоже всем объяснили о том, что лечит не врач, а лечит продукт, восстанавливает БМТ в компании ФОХО и назначать, как бы, даже не, это не то слово, а именно рекомендовать, применять, пить, да, для оздоровления может любой партнер. Конечно, любой партнер, ну просто видите, когда пациент, особенно наши нефрологические, тем более, что там же, да. Мы сейчас об этом поговорим, мы сейчас не берем тяжелый случай, да, а мы сейчас берем общую, среднестатистическую ситуацию, то есть рекомендовать может вот каждый партнер, я обостряю на этом занимание, почему, потому что у наших врачей есть небольшое, ну как бы, может это вас не касается, но я вижу просто по статистике наших партнеров очень много гордыни, вот я врач, ко мне можете идти на консультацию, а ты, алия, не врач, что ты тут вот все рассказываешь, еще белый халат не надевай, вот бывают такие случаи, а я говорю, знаете, от того, что вы скажете пейте линьджи, или я скажу пейте линьджи, человек будет пить, он получит результат от самого линьджи, а не от того, что сказал врач или сказал не врач, согласна? И давайте вот перейдем ко второй части, психология как раз тех, вы сталкиваетесь с более сложными случаями, да, смотрите, если мы берем такие, как серьезные заболевания, сердечно-сосудистые, почечные недостаточности и так далее, обычная медицина им говорит, что это аутоиммунные заболевания или различные заболевания, которые пожизненные, и они никогда не выйдут из этого состояния, просто регулярно нужно проводить какие-то процедуры, например, возьмем гемодиализ, да, то есть человек фактически живет от процедуры до процедуры, он не может никуда уехать, он не может путешествовать туда, куда он захочет, но что он сделать не может, и в данном данном случае вот просто как профессионал, как врач именно в этой области, для, у нас вот сейчас очень много партнеров, которые мне выходили в личку и попросили, чтобы вы как раз прокомментировали для таких сложных случаев и дали им надежду, что в компании ФОХО как практик с этим можно справиться. И более того, я всем сказала, чтобы вас потом после эфира, как говорится, не засыпали вопросами, мы под постом напишем схему лечения, которую вы порекомендуете в таких сложных случаях, что и как. Все подробно мы потом... Ну, схема лечения. Скинете, я вам додушу. Мы сейчас не про схему лечения, просто расскажите вот именно с точки зрения психологии тяжелые случаи, когда больные. С точки зрения психологии тяжелые случаи. Что мы им скажем? Что мы им скажем? Да, вот знаете, буквально сегодня мне прислала моя пациентка, которая, к сожалению, не осталась, она чисто из-за того, что она не может себя обслуживать, Татьяна, вот прям такой... Прям у нее голос был, она хотела плакать, говорит, я благодарю вас, что вы даете надежду. Я еще сама даже не знаю, что будет у меня, но у меня появилась надежда. Она чуть не плакала. И вот вторая женщина тоже у меня в сторис, сегодня тоже, она прям заплакала, потому что я сказала, я могу помочь. Говорит, его на гемодиализм забирать? Нет, я говорю, могу помочь, можно процесс немножко потянуть. Мы, говорит, не хотим сейчас на диализм. Она заплакала, и к тебе. И, говорит, мы обязательно прилетим в приеде. Уже билеты взяли, они звонят мне. Вот. Понимаете, если говорить с точки зрения психологии, я не думаю, с какой точки зрения я разговариваю с пациентом. Потому что психология во мне, она в моей крови уже. Коучинг, психология. Я не знаю, где я подключаю психологию, где я коучинг подключаю, оно у меня все в таком гармоничном сочетании. И просто это жизненная позиция, знаете, врача, и не только врача, должна быть. Я вижу вопросы, которые вы задаете. Сейчас скажу. Я, значит, смотрите, жизненная позиция человека, помогающих в профессии, это массажисты, врачи, медсестры, да, это вот ухо специально. Павел Ренгуль, вы знаете, сегодняшний эфир, честно, посвящен моему другу. Он айтишник, он сопровождает все мои технические моменты продвижения личного бренда в сети. И у него гемодиализм. И вот сейчас я хотела записать эфир специально для него, но вы знаете, да, я пишу книги для компании, я пишу прямые эфиры, обучение свои провожу в открытом доступе и абсолютно без пресса. Самое важное это просвещать людей и я считаю, что говорить я вам помогу это от лукавого, потому что я считаю, что Всевышний моими устами, моими, как говорится, действиями просто ведет этих людей к тому, чтобы они стали здоровыми. Поэтому я всем просто говорю о том, что в компании Фухо вы найдете то, что вы ищете. Кто что хочет. Хочет здоровья, получает здоровье. Хочет финансовое состояние, получает финансовое состояние. Хочет признание, получает то, что хочет. А вообще фактически он получает все вместе. Вот. И сегодня мой друг, он на гемодиализе. Я хочу, чтобы вы вот просто для таких, как он сказал, что есть свет в конце тоннеля. Да. Как врач. Есть свет в конце тоннеля и всегда есть выбор. Мои пациенты, которые уже на гемодиализе более чем, например, три месяца, полгода, иногда год, даже через год можно получить результаты. У меня была девушка, которая два года была на диализе, и она получила у меня где-то 20 или 30 сеансов. И в общей сложности три сеанса по 10 дней. и я ее отправила на самый точный метод диагностики функции почки. Это называется сцентография, динамическая сцентография. Это изотоп вводят в вену. Это делается у нас в президентской клинике и делается в республиканском центре диагностическом. Это исследование на платной основе стоит 100 тысяч, но можно его делать бесплатно по направлению с поликлиники. Вот у меня мужчина недавно сделал. Ему сказали, ну как бы все, гемодиализ. Однако этот анализ показал, что нет. У него 30% почек работает. Причем, с одной стороны 40%, с другой стороны 20%, а в среднем 30%. Это хороший показатель. И вот эта девушка, которая у меня получила 20-30 сеансов, я говорю, вот если она говорит, я чувствую, что они мне должны заработать, я говорю, ну может быть, но это может быть тебе придется делать это полгода массаж или, ну ты же не можешь полгода, это огромное средство, а купить аппарат так и не решилось. И мы сделали ей вот это исследование и там показали, что появился кровоток в почках. Понимаете? Ну естественно, точка. Кровоток при массаже? Массажа? Массажа курса? Да. А сколько вы сделали? На тот момент было 10 или 15, не помню точно, оно было начало. И знаете, конечно, просто мы до этого это не делали, но до этого у нее не было вообще никакого кровотока, мы делали УЗИ сосудов, там не было кровотока. То есть, это о чем говорит, что и, ну кровоток появился, это не говорит, что она с гемодиализа уйдет. Но, когда свои почки хотя бы чуть-чуть работают, 10-20%, это хорошо для самого пациента, потому что выходит моча, а моча это жидкость объема, там как такового ничего не выходит, но там это жидкость объема, тогда у человека нет шанса внезапно умереть от гиперкалиемии, когда калий повышается, и ему можно немножко кушать овощи, немножечко жидкость пить можно, а то они между диализом не могут пить, понимаете? Вот представьте, человек, который не может пить жидкость, и он может только в день гемодиализа попить воды вдоволь. Когда есть своя моча, это достигается за счет кровотока, тогда он более свободен и меньше, лучше переносит гемодиализ. У него это гемодинамика, сердце, вот это лучше работает. Поэтому это тоже хорошо помогает пациентам. Потом у нее, знаете, у меня еще вот эта девушка, она сказала, я сейчас перестала на гемодиализе, у меня были сильные головные боли, перепады давления, слабость, судороги. Это все прошло у нее. То есть она, как я, стала лучше, лучше переносит диализ. Получается, когда мы, когда проходит БМ-массаж, он восстанавливает не только работу почек, но еще в целом организм восстанавливает все страхи. Но недавно ко мне партнеры позвонили где-то там на западе нашего Казахстана, у парня начались боли, судороги, но это не в том дело, не в массаже, я ему объяснила. Я посмотрела его анализы, выписку, и я говорю, у вас просто некачественный кемотиализм, там вода не чистая в центре. И это все накопилось с августа месяца, и сейчас оно уже дало бы такой эффект. Потому что потом я всегда предупреждаю пациентов, если человек не двигался, не делал никаких массажей себе, мало пил жидкости, мы начинаем поднимать изнутри какую-то бурю в стакане. То есть все, что там залежалось в суставах, в полостях, в кишечнике, все залежи, начинают подниматься всасываться в кровь. Идет интоксикация. Поэтому всегда нужно пить жидкости много. Я вот рекомендую даже вот клизму поделать, с кишечником разобраться, немножко вот организм подготовить, его размякнуть. Я их обязательно в баню отправляюсь, чтобы они полежали, помякали, там свое тело пожмякали, чтобы они пилинг сделали. Вы видите, у нас мы отправляем всех в ТИМ, термоинфракрасный массажер, вместо бани, потому что баня не всем показана, особенно сердечникам, а в термоинфракрасный массажере, когда у нас мы сами лежим, наши гости, партнеры, да, у нас что происходит в этот момент? У нас происходит восстановление через патагонный метод, это когда через споры у нас выходят все шлаки, таксины, у меня тело расслабляется, он очень выравнивается, да, есть у меня и тело готово. Ну как-то я так часто не применяю, знаете, это тоже отсутствие привычки, и сама я там редко вяжу, то есть сапожник без сапог, да, мне проще как-то вот так массажер, потому что у меня есть инфракрасная капсула, я прогреваю тело капсулы инфракрасной, они туда заходят, это легче. Я хотела бы вернуться к своему вопросу по относительному психологии, вот сейчас вас будут смотреть люди или уже смотрят, у кого уже есть гемодиальз, что вы им скажете, из этого можно в состояние выйти с помощью продукции фохол, можно облегчить свою вообще участь облегчить я же повторяю, что улучшается гемодинамика, настроение пациентов, они лучше спать становятся, лучше переносят гемодиальз. второе, у меня есть один пациент, который, ну тогда я еще не занималась фохол, он у меня на моих консультациях, он вышел с диализа, то есть я его медикаментозными методами его пролечила, это был 18-й год, затем он приехал ко мне уже на курс лечения, после курса лечения фохол, плюс вся моя комплексная терапия, у него был преддиализный керетинин, он снизился, и вот так он два курса, по-моему, или три курса у меня получил наездами, он до сих пор не на гемодиализе, это такие годы, понимаете, да, то есть вот таким образом мы соединяем медицину общую, то есть это... Я хочу вам Оренгуль рассказать, сегодня я разговаривала с амбассадором Валентиной Константиновной Козловой, и она рассказала мне результат, который был в Костанае, здесь у нас в Казахстане, да, я говорю, здесь у нас, потому что я люблю Казахстан, часто там бывает, ну и вообще я казахстан, смотрите, человек вышел полностью из гемодиализа благодаря БЭМу и продуктам, ФОХОЛ, поэтому просто Оренгуль, она только недавно, и она, можно сказать, до мозга костей еще тот врач со своими установками, вот, я вам как не врач, и как профессионал в области восстановления здоровья по культуре Яншин подтверждаю о том, что можно выйти из состояния гемодиализа, нужно просто в системе, какая у нас система, это БЭМ, регулярный БЭМ и ТИМ, то есть мы в течение, я вчера попала на обучение американского филиала, где госпожа Пан, представитель бизнес-колледжа ФОХОЛ, проводила обучение, и она нам сказала о том, что если проводить в начале, в течение часа, значит, минут 40, 30-40 БЭМ, и потом минут 20 ТИМ, то человек может выйти из любого кризисного, проблемного заболевания, которое его мучает годами, потому что БЭМ регулирует, да, баланс Иньян, восстанавливает работу внутренних органов, и ТИМ дорабатывает, то есть то, что у нас патогенные факторы ветра, холода, жара, то, что положено выйти, оно выходит уже, дорабатывается ТИМом, поэтому хочу вам точно сказать о том, что гемодиализ, можно с этого соскочить, это, знаете, как наркотик, это, да, и главное, когда сидит, человек, и получает, да, и получает, да, 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 человек сидит всё время в состоянии страха, мы знаем с вами по психологии, что почки это страх, да, и этот страх можно убрать, знаете, очень хорошо у нас работает капсулы молодость плюс, очень хорошо по психосоматике, те люди, у которых есть какой-то страх, панические атаки, плохой сон, депрессия, вот там, вот девушка у нас спрашивала в чате, да, депрессии, ещё какие-то там, да, какие-то вот моменты психоэмоциональные, то молодость плюс очень хорошо восстанавливает, кроме того, что нам производитель обещал, что мы омолаживаемся на 10 лет, это тоже существует, ну и плюс такое гармоничное восприятие жизни, и когда уходит та причина возникновения, которое привело к таким тяжёлым заболеваниям, сердечно-сосудистым, вот проблемам почек, у нас идёт очень хорошее такое восстановление, и если вы смотрели мой эфир, где я рассказывала 8 преимуществ бизнеса Фухоу, да, мы говорили о таком пункте, как короткое, да, очень короткое время до достижения успеха, и вот это время короткое, оно у всех, у кого-то короткое время, то есть он всё время был проблемами почек, начал использовать БМ, ТИМ и продукцию Фухоу, и оздоровился, да, то ли он годами, десятилетиями всё время болел, и потом, используя Фухоу, он восстановился, но при этом он же в окружении себе подобных, да, мы притягиваем себе подобных, и он физически находится, когда он гемидиализ, или на какие-то такие процедуры ходит, или на, постоянно к врачам, он общается среди этого сообщества таких же больных людей, когда он говорит, посмотрите на меня, я реально живой пример, я восстановился, у меня улучшился, там, и показатели свои перечисляет, и с удовольствием, когда он делится, он что делает? Он получает от Всевышнего Сауап, когда он говорит, я восстановился, и я хочу, чтобы и вы восстановились, и вот это время сокращения до достижения результата, оно сокращается, то можно годами ездить вот, вот, в различные клиники, искать какого-то супер-врача, который вам поможет, и только с ним вы будете восстанавливаться, в компании Фухова этого нет, потому что вы видите на примере Орангуль, когда она сама имела проблемы по здоровью, да, казалось бы, врач, который имеет все, доступности всех лекарств, доступности всех методов восстановления, доступности всех специалистов, там, высших-высших, там, научных познаний, да, и при этом всем она призналась в том, нам всем в эфире, что ей помог все же ее дочери любимой продукции и Бэмфа Хоу, это о чем говорит, о том, что те страхи, которые в нас сидят, они просто, знаете, с ними надо расстаться, и с ними просто надо расстаться, каким образом, подумайте сами, я вам посоветую Бэмфа, плюс молодость, плюс, и вы быстро с этим расстанетесь, и все остальное восстановите, продолжая пить продукцию Фо Хоу, что я в завершении скажу всем, что мне было очень приятно, что вы все откликнулись, кто смотрит записи, очень приятно, что вы смотрите нас, большая благодарность вам, Урынгуль, что вы так вот искренне, так легко откликнулись, согласились на прямой эфир, мы столько ценного, интересного от вас узнали, большое спасибо вам за, что вы поговорили с нашими врачами, чтобы они быстрее к нам пришли в компанию Фо Хоу, чтобы вы дали надежду всем нашим, у кого тяжелые, больные, да, ведь очень много родителей, у кого дети больные, они бьются, бьются и думают, ну что мне такого сделать, чтобы помочь своему чаду, правда же, Урынгуль, это же у них сердце болит, и тут вот есть возможность помочь своему ребенку, а сколько детей, у которых родители болеют, да, это и возрастное, и накопительное, и какие-то случаи, это самый момент в том, что есть компания Фо Хоу, что вы нам хотите показать? Я хочу показать свои анализы, если вам видно, вот это ТТГ мы нет, нет, просто нам скажите, он у меня был 9, в 2018 году, 9 был, 7, вообще в медицине считается, что тиротропный гормон снизить без эльтероксина невозможно, то есть это вообще классика такая, которая, да, и мне эндокринолог сказал, мой лечащий врач, он говорит, урумкоза собарна, как вы можете отменили, а я пила 100, потом 50, потом отменила, он говорит, нельзя так, у вас тиротропный гормон высокий, и я все-таки его бросила, потому что эльтероксин это же гормон, кем он привыкает. Глоксин у меня 3,61, без всяких лекарств, выровняется холестерин, у меня был холестерин всегда высокий, был 8,7, сейчас 5,74, но здесь еще надо поработать, сейчас надо поработать, либо протеиды низкой плотности, норма 4,11, а у меня 4,13, вот я сейчас с ним работаю, сейчас подключила амин, подключила, да, вот такое, питание улучшаю, вот, у меня, да, расскажите нам, вы, да, 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 расскажите нам вот про пептиды, вы сказали, что там пептидами занимаетесь, давайте вот всем скажем о том, что компания ФОХО, это самое, передовое область пептидов, да, и вы так продвигаете, как врач, и понимаете, что такое пептиды, а тем, кто не врачи, такие, как я, мы просто доверяем нашей компании ФОХО, и будем дальше пить, исследовать, и мы вас поздравляем, да, мочевая кислота, у меня была всегда высокая, вот она, у меня уже последние 15 лет была высокая, у меня наследственная мочевая кислота, все в норму вошло, 350, я вообще не проверила своим глазам, так, муковой щитовидка, все увидели, да, живой пример, у меня метаболический синдром был, наследственный от отца, у меня отец умер от пазологического сгущения крови, сейчас я с этим справилась, но уже я этот СУИ ЧИНФО принимаю, наверное, больше года, СУИ ЧИНФО, каждый день, какой у вас любимый, СУИ ЧИНФО, эликсир, вот я даже вот принесла к экрану, чтобы вот это мне в подарок дали, вот таких шесть упаковок легенды феникса, ой, легенда, знаете, у меня, у меня на прошлой неделе приезжал новичок и пробовал Тим, и в конце я ей подала вот эту бутылочку легенды феникса, она пьет и говорит, ой, такая вкусная карамелька, вот это как хаусолога, это у нас вчера закончился, сын постоянно принимает сын, потом, у меня сделали сосуды шею себе, металл за 50, 8 лет же, у меня у папы все сосуды были забиты, и он умер от того, что у него стреляла постоянно тромба, у меня все абсолютно прекрасно, сосуды чистые, гладкие, да, небольшой, тоже с ним поработаем, вот мне подарок пришел, этот чай, королевский, демператорский, я его принимаю, и знаете, я не знала, я же тороплюсь всегда, возьми сюда пакетик, а этот выбрасываю, а на третьей пакетике я увидела, что там еще второй есть пакетик, как я расстроилась, думаю, сколько я, я три пакета выбросила, я не грянула, оказывается, здесь два пакетика, представляете, и сейчас я тебе буду запаривать, как все, как все, даже вот эти упаковки, вот эта кача, даже в руках, как пакетика, да, компания восхитительная, согласитесь, во всех смыслах. Густая кровь и гипотериод, не связаны, это две разные заболевания, гипотериод, это снижение функций щитовидной железы, вопрос задает, а густая кровь у меня наследственная, мало пью, пила жидкости, люблю кушать сливочное масло, это дефекты с детства идут, когда я неправильное питание был, вот, и здесь был вопрос при эпилепсии, вот эпилепсия единственная, при котором массаж не рекомендуется, потому что массаж, эпилепсия, судороги, эпилептические, при пакетах, там осторожно, и потом спрашивали там, что-то еще спросили, я забыла, при пакетиках 100% показано, 100% показано, да, 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 давайте про эпилепсию уточним, вот я из практики знаю, да, конечно, мы все боимся, да, и потому, что у нас постоянно стращаются всех утюгов, что при эпилепсии нельзя, все врачи говорят, нельзя, все нельзя, но на самом деле есть продукция фухома, нужно просто стабилизировать, положить, ситуацию по здоровью с ребенком, просто, или не только с ребенком, со взрослым, пропейте продукцию по системе, и потом подключайте, может быть, сразу бы, не знаю, я набралась, потому что у меня такие шикарные результаты, ну вот я из практики говорю, да, я из практики говорю, что именно так я лично сама рекомендую и действую, и такие шикарные результаты, вот, так что давайте завершать эфир, я очень рада, спасибо вам огромное, и попозже я с вами свяжусь, вы, пожалуйста, мне скажите там вашу схему лечения, потому что сейчас вас будут одолевать, и ниже под постом я распишу, вот как вы мне подскажете, да, что вот прям напишу схему, у меня нет, я просто рекомендую всю продукцию, нет никакой схемы, всю продукцию, потому что вы знаете, врачи же разные, кто-то говорит, надо же пить по миллилитрам, кто-то говорит, по полбутылочки, кто-то говорит, по бутылочке, а есть партнерша, которая 10 раз в день давала элиссиры пить, и все нормально, при утримонных заболеваниях стопроцентно помогает, и БМ, и продукция, стопроцентно, да, 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 я договорю, я говорю вот так, что наш организм нам подсказывает, вот хочется сейчас выпить бутылочку, да, вот такое состояние, у меня иногда такое состояние жажды, вот я прям хочу, я открываю, выпиваю целую бутылочку, а иногда я эту бутылочку, просто хожу и в течение дня выпиваю, это тело само подсказывает, само знает, сколько, да, кстати, придауна спрашивают, да, да, и здесь нету готового по рецепту, заболевания, дауна, и вообще пептиды работают на наследственные заболевания, поэтому есть какой-то шанс, что что-то как-нибудь улучшит, поэтому нужно пептидную продукцию, капсулу молодость плюс, эликсир феникс, вот эта легенда, феникс с пептидами, да, или же обязательно дауна, ну, кожи точно не будет, а может быть и что-то будет лучше, потому что я знаю, да, может, скорее всего, да, потому что у меня какого-то, поэтому я говорю, если это наследственные заболевания, здесь только пептиды очень хорошо будут помогать, БМ тоже можно, дауна, тоже можно, нужно даже, потому что с болезнью дауна дети очень чувствительные, а у них нервная система очень тонкая, и они вам дадут такие потрясающие ощущения, ну, как-то передавать свои чувства, они поискренние, потому что мы люди, мы все черствые, мы не верим, а те, кто страдает болезнью дауна, они очень доверчивые, и они очень тонкие натуры, прям, знаете, что еще делаю, я включаю музыку антистрессовую, иногда Коран включаю, когда тяжелые заболевания, и человек, допустим, намаз читает, я включаю Коран, а если даже не читает, я тоже включаю Коран, и потрясающие результаты идут, потому что музыка работает на уровне подсознания, нужно хорошую классическую музыку слушать, прям хорошую подобрать, музыкаряк, вот, если мусульманин, очень хорошо Коран идет, он хорошо заходит, и результаты потрясающие просто, я могу много говорить, знаете, очень много Урангуль, вы знаете, тут вот спрашивают в чате, как вас найти, как вас найти, потому что я соглашусь, что бывают такие вот случаи, когда, ну, очень хочется консультацию у врача, потому что, как мы крутим из постсоветского пространства, и для нас врач, это что-то нечто такое авторитетное, скажем так, да, ну, мы-то с вами, как профессионалы, понимаем о том, что лечит и продукция, но все равно, значит, как мы поступаем, все, кто хочет поговорить с Урангуль, получить консультацию, под постом я напишу ссылку на ее инстаграм-страничку, выходите, задавайте вопросы, все, что связано с консультацией, да, с вопросами своими, но что вы, давайте все-таки завершать на этом. Есть актуальные отзывы, отзывы клиентов и отзывы, две папки, вот туда заходите, и вы, я все там стараюсь сохранять, разные результаты у меня, грыжа позвоночника вылечилась, спаечная болезнь кишечника, хотели опинировать, отменили операцию из последних результатов, ревматоидный артрит, женщина собиралась умирать, собиралась чемодан уже, а тут она говорит, теперь чемодан где-то на свадьбе внучке, вот, за 4 дня у меня эти отзывы все есть, ну и, конечно же, почечные пациенты, у меня даже, знаете, у меня пациента почки выросли на 1 сантиметр, да, класс, спиона, а, а кисты на почках, вот, когда кистами, они немножко уменьшаются, но, не так, вот у меня одна же, самое интересное, знаете, что, у меня с кистами очень много пациентов, есть одна, у которой вообще огромные кисты, я за нее всегда переживала, ну, ничего, это уже прошло, сколько лет, нормально ходит, я хотела убрать почки, я говорю, не убирай, вот свои почки, есть свои почки, мне сказали, что у меня лопнет, и я умру, я говорю, нет, она купила аппарат, и сама делает себе массаж, и даже людям помогает, вот, и когда людям помогаешь, мне кажется, Аллах дает. Конечно, и смотрите, по поводу киста, очень, конечно, это вся продукция, линжи, санцин, феникс, да, все-все наше, и обязательно чесночные, вы знаете, что чесночные капсулы очень хорошо убирают кисты, потому что это паразиты, потому что это паразиты, пахнут чесноком, да, будет пахнуть, конечно, чесноком, но результат будет шикарный, вы даже, я боюсь, полного сущения. Это будет пахнут, какие уже, да, будут стоять, я попью немножко потом, если говорить, а вы не пьете, поэтому вы не рекомендуете, как только начнете, как только получите свой шикарный результат, кстати, спрашиваю, в премиоме, да, помогаю, у меня у девочки, раз остались, кистеричник, прям, знаете, она, у нее прям, это, выделение, вот такая вода вылилась прям, лопаются кисты, обострение поджелудочной железы, стопроцентно, прям берете, и на поджелудочную железу ставите, вот где вот эти места, да, и прям, прям, вот прям, нужно эти присоски положить, и все, завернуть, и вот так, это же микротоки, например, у меня когда проблема была, вот у меня шейный вот этот, да, я на два часа просто приложила перчатки, два часа лежала, и на месяц у меня боли вообще исчезли, проблемные у меня шеи, поэтому, вот когда вот такое хроническое, тянущееся, прям вот эти берите, там насадки же есть, прилепляйте, замотайте, и можно спать с этим, на низких вибрациях, и все обострения уйдут, у меня пациенты, особенно вот дети, да, у них хорошо восстанавливаются дети, мальчик один писался ночью, все прекратилось, потом один мальчик бенел, ему хотели оперировать почки, потому что у него все расширенное было, ну в детстве, наверное, слабость, у него анемия была, обязательно корректировать, анемию надо, витамин Д3 проверить, все это скорректировать нужно, кальций, он у меня все это принимал, Д3, все хорошими дозировками вместе, и отец купил этот массажер, и у него, короче, через месяц, наверное, они поехали к урологу, сделали УЗИ, все восстановилось, операция не нужна, обменили операцию, представляете, а так бы ребенок был бы инвалидом, это 100% было бы инвалидом, особенно у детей, когда не пускают в туалет, в школе, в садике, это приводит к расширению лохана, почки деформируются, а потом почечная недостаточность, я такие детей видела, поэтому всегда нужна гигиена, объяснять в школе, где ваши дети учатся, прям разговаривать с учителем, чтобы она отпускала на перерыв, ну вот хочет ребенок во время урока пищи, надо его отпустить, это нужно проводить санитарно-просветительную работу, на всех углах, в садиках, в школах, родителям нужно объяснять, чтобы не ругали детей, что описался, не ругали его, потому что это все приводит к почечной недостаточности, если у него страх, вот это описывается, страх там не выдержать, или он редко ходит в туалет, потому что терпит, или там играет, он терпит, а потом он описывается, и начинает ругать, у него еще больше страх, здесь психология, вот здесь нужно подключать психологию, и конечно же больше любви, и вот я что хотела сказать, заключение, да, люди, помогающие профессии, они отдающие, вот все, кто занимается фолку, это прекрасные люди, я знаю, какие хорошие люди сюда приходят, как они отдают, как шоу пан, вот со мной, она прям, вот, как с ребенком со мной, вот, я так, настолько ей благодарна, она меня привела в эту компанию, вот прям за ручку меня привела, и она с моими клиентами работает, с моими пациентами работает тоже, такая умница, когда вот эти идут уже, они хотят купить, и вот она с ними возится, она их учит, она и массажа делает, даже родственникам, вот, понимаете, это вот столько любви, да, я хочу сказать, что, как прийти в компанию Фухо, если в себе нет любви, не приходи, вообще не надо, такие люди не нужны в корпорации, только люди с любовью, отдающие, которые хотят менять мир, которые готовы вносить вклад, это такие, знаете, самоотверженные, и врачи тоже, если врач, и такое, знаете, выполняет просто функциональные обязанности, он не придет, он только через свою боль придет, а вот так помогать людям, он не придет, а когда мне пациенты на колени садятся, и говорят, какое-нибудь чудо, придумайте что-то, и тогда я начала думать, я хотела им помочь, и вот это меня привело сюда, когда ты искренне хочешь помочь, ты отдаешь просто, ты с любовью к людям идешь, с открытым сердцем, и вот мои пациенты, я говорю, дети, они говорят, вы мне как вторая мама, вы мне сестра, вот такие слова они говорят, у меня даже центр такой, как семейный, знаете, приходишь как в квартиру, как домой, я вот так все это сделаю, чтобы люди чай могли попить, там, посидеть, живут даже у меня пациенты иногородние там, потому что, ну, некуда идти, очень дорого платить за квартиру, вот, поэтому только любовь спасет мир, вот, любовь, любовь, еще раз любовь, отдавать и не думать, и не надо никаких гарантий давать, человек должен понимать, что вообще никто гарантий не дает, никто не дает гарантий, но попытаться жить лучше, здоровее, попытаться, первую очередь, начните с себя, я, например, продукт своего продукта, у меня есть фотографии, посмотрите там инстаграм, в декабре 22-го года и сейчас, я пропила капсулы молодости, я поделала себе побольше массажа, я очень ленивая в этом отношении, у меня нет времени на себя часто, это мой такой большой минус, вот, но я стала почаще делать со своими партнерами друг к другу, да, и буквально через полгода мое лицо уже, как будто вчера это была моя мама, вот, я сейчас и та фотография, фотография 16-го года и фотография 23-го года, как будто та моя старшая сестра, там такая тетечка такая, да, вот, я думала, что я уже никогда не смогу быть красивой и молодой, сейчас у меня точно появилась мотивация, у меня сыну всего 14 лет, и он сказал, мне дал задание, мама, чтобы ты на моей свадьбе была молодая, стройная и красивая, я к этому иду, я иду к тому, чтобы через 10 лет, у меня такая мотивация, что 60 выглядит на 40, мой девиз, потом будет 70 выглядеть на 45 и 80 выглядеть на 50, вот, я себе такие буду ставить планки, потому что человек живет долго только тогда, когда у него есть цель, а когда он скажет, я все выполнил, я уже ничего не хочу делать, вы знаете, у меня руководитель научный, и в 58 лет ей исполнилось, и она, оказывается, сказала так, я все сделала, я на пенсию вышла, книгу написала, я все выполнила, и она поехала на машине к детям, и разбили себя на машине, никогда нельзя говорить, я все достиг, я все умею, нет, стройте планы до 100 лет, стройте планы прожить 100-120 лет, если вы будете планировать свою жизнь, наперед на 10, на 20-30 лет, вы будете долго жить, это уже наукой доказано, очень долго живут, кто, дизайнеры, архитекторы, те, кто строит долгосрочные планы, поэтому ставьте долгосрочные планы, живите долго, здорово, счастливы, и кто долго живет, живут, те, кто пользует продукцию фухов, убеждена, да, все, большое вам спасибо, спасибо вам, я, вы знаете, мне вот пены, при этом был вопрос, я с вырустным согласилась, я думаю, это тоже хороший нетворкинг, обменяться аудитории, да, сейчас ко мне подписываются живые подписчики, это очень классно, я никогда не накручиваю, у меня сейчас я работаю с инстаграм-аккаунтом, и хочу призвать еще раз, подпишитесь на мой аккаунт, потому что я планирую создать, сейчас я обучаюсь создание онлайн-школы, онлайн-школы, первый мой продукт будет, это здоровые почки, и тогда вы сможете эти мои обучения сами изучить, и отправлять своим клиентам, чтобы они личные вопросы вам не задавали, да, эндометриозные кисты тоже нужно, показано 100%, плюс тампоны, плюс продукция, 100%, они лопаются просто, понимаете, любые кисты, они просто лопаются, но в почках они не могут лопаться, они немножко уменьшаются, и вот у меня есть пациенты, уже два пациента с поликистозом печени и почек, у них, у них, знаете, поликистоз, там нет ничего, да, печени и почек, да, и вот сейчас у меня пациентка лежит, сегодня она у меня, она с пятницы, у меня с субботы начала массаж, сегодня на столе, да, с субботы начала, у меня печень размягчилась, раньше она была напряженной, прям аж как будто лопнет кисты, а сейчас они такие мягкие стали, мне легче дышать стало, вообще хорошо себя так ощущаю, но я, конечно, ей назначаю и препараты для лечения анемии, и витамин Д3, и наш кальций, и эликсир, то есть все практически стараюсь, но по кошельку тоже пациента, иногда они не могут много заплатить, да, за лечение, поэтому смотрю, самое-самое важное, самое лучшее, вот, вот теперь давайте я добавлю по поводу кошелька, это такой важный момент, сегодня тоже я об этом говорила своими партнерами, что когда мы жалеем людей и говорим, ой, ты такой бедный, несчастный, ты не можешь взять продукцию, вот давай мы тебе вот чуть-чуть этого, чуть-чуть того, чуть-чуть того, мы оказываем медвежью услугу, фактически, что мы делаем, мы по фо-хоу плюс, продаем продукцию, у нас идут баллы, у нас все классно, но мы таким образом привязываем человека к себе, а когда мы им говорим, хотя бы минимальный набор возьмите, найдите возможность, купите минимальный набор, вы станете партнером компании фо-хоу, и если вы уедете там в другой город, там, в Чимкент, в, там, Казаларду, в любой другой город, из Астаны, там, или в Россию, в Казахстан, в любую страну мира, у вас будет компьютерный номер, который действует на территории более чем 90 стран мира, и вы со своим компьютерным номером сможете приобретать продукцию там, где вы будете в дальнейшем жить, или, допустим, поехали куда-то в гости, приехали ко мне в гости в Саратов, и захотели что-то приобрести, вы со своим компьютерным номером в представительстве корпорации фо-хоу берете продукцию, за вами остаются и баллы, и заказы, и все, что вы хотите, и рекомендовать так же, рассказывая о продукции, вы можете везде, да-да-да, поэтому, вот такая ремарочка своя, собственная о том, что не надо никого жалеть, знаете, когда вы оказываете жалость человеку, что ой, такой вот у него денег нет, вы показываете, что я такой богатый и великий, у меня все есть, а вот у него нет, поэтому никогда не оценивайте, и просто говорите то, что нас обучают, вся продукция, продукция есть, вот набором такая, набор такой, набор такой, человек пусть убирает, каким набором, есть еще такой момент, когда мы назначаем мало препаратов, они естественно не так помогают, как хотелось бы, и получается, мы еще не получаем, и человек кричит, а мне не помогло, понимаете, а он просто мало пил продуктов, да-да-да-да, да, да, а еще плюс, смотрите, к этому набору идут еще подарки, эти подарки иногда такие, например, у меня подарки по лицу, полный комплект, вот такой, он у меня уже заканчивается, и базовый комплекс для лица тоже, вот они у меня все заканчиваются, да, ну вот мне подарок дали, это было перед Новым годом, до сих пор, сегодня уже ноябрь, почти на днях хватило, компания настолько щедра, просто настолько щедра, на каждый набор есть свои подарки, мы просто восхищаемся и любим компанию за то, что единожды, вот представьте, мы берем БМ, мы становимся VIP-партнерами, да, докупаем одну упаковку молодость плюс, мы становимся еще ПЛАС, партнерами, ВИПЛАС набор у нас, и тогда, в дальнейшем, нам доступен, вот пожизненный статус VIP-пласт, во-первых, его не надо никогда подтверждать, не надо что-то еще дополнительно выкупать, чтобы все время быть VIP-пластами, нет, один раз вы стали партнерами, вы взяли БМ или ТИМ, плюс одну упаковку молодости плюс, и что это вам дает, вы в дальнейшем берете продукцию по партнерской цене, вы получаете сразу все подарки по текущему промоушену, и еще в будущем, и даже, может, сразу в настоящем, вы можете получить в любую неделю свои финансовые, да, финансовые вознаграждения за рекомендацию, а рекомендовать вы можете, вы знаете как, пришли на прием к врачу, показали, каким вы были анализы, и каким вы стали, и врач спрашивает, да, вот вам врач живой пример, что с вами произошло, почему вы обменялись армоны, почему вы там самовольно что-то сделали, да, а кто человек ему говорит, да у меня все хорошо, я пью продукцию фо-хоу, и тогда этот врач говорит, ну-ка, посвятите меня, что вы такого сделали, и даже эти врачи могут стать вашими партнерами, вы можете сами рекомендовать врача, и более того, кроме того, что вы сделали благое намерение, вам еще за это приходят финансовые вознаграждения, и вот как нам показала врача Орумгуль, она говорит, я не боюсь выходить через три года на пенсию, потому что у нее уже есть пассивный доход, от того, что она рекомендует своим пациентам, и она рекомендует не потому, чтобы вот заработать, а она искренне хочет, чтобы они восстановились, а у нас у казахов есть такая пословица «Шахсболмаса, крысболмайда». Вот пока вы не вложите в свое здоровье какие-то усилия, средства, вы не получите в свое здоровье то, к чему вы стремитесь. Совершенно верно. Все, всех обнимаю, до скорой встречи в новом эфире, у нас скоро будет новый прямой эфир, тоже будет очень интересно. Орумгуль, присоединяйтесь к нам. Спасибо большое, до свидания, всем. Да, и сейчас со своей стороны хочу добавить о том, что вы можете консультироваться у кого хотите, но продукцию покупаете исключительно только через того человека, который вас привел в ФОХОУ. Есть этические нормы, да, мы все великие, мы все красивые, мы все умные, талантливые, но именно тот человек, который вас привел в ФОХОУ, является вашим путеводителем. И надо его слушать. Я например, шелкал слушает 100%. Да, и надо его обязательно слушать согласно 100%. Возьмите по акции. Я говорю, шелкал мне говорит, вам нужно вот это, хорошо, я доплачиваю, я еще никогда не пожалела об этом. Никогда не пожалела. Потому что наставник всегда советует то, что действительно нужно сделать. Я потому что сама не сетерик, и я немножко некоторые вещи не понимаю, но шелкал меня ведет в этот мир. И потихоньку самое главное, что вознагрузки получают. Да, очень классно. И вас будет вести тот человек, который вас привел в ФОХОУ. Ну что, теперь уже точно закрываем эфир, потому что столько хочется вам дальше рассказать. Но это уже другой выпуск. Спасибо. Продолжение следует...